Хоть и Лукашенко и Фазель, как мантру, повторяют, что спорт паза политикой, мы ведаем, что спорт великий, это и есть великая политика. Дороги, а лидейный способ уздымать рейтинги и показываться в международных новинах. Аля, теперь, хоккейные свята под великим пытанием. Пауночные краины уже отмувились гулять на белорусском лёдзе. Чему скасование чемпионату болит Лукашенко нават больше, чем санкции? З нами на совезе з Лондону Миколай Халезин, дырэктор Creative Politics Hub и арт-дырэктор Белорусского свободного театру, який еще в 2014 году ладзе у кампанию для адмены хоккейного чемпионату. Ці згуляет дыктатор гэтым разом у хоккей. Миколай, добрый вечер. Ці саправды Лукашенко адмена хоккейного чемпионату болит нават более, чем санкции? Да, безусловно. Во-первых, добрый вечер. Во-вторых, да, конечно, это его на сегодняшний день одна из таких главных болей. Потому что эта история уходит в те годы, когда он только начинал строить нам катки, когда он начинал продвигать хоккей как свой политический инструмент. И в итоге получилось так, что это тот инструмент, от которого он может и... Чем его породил, тем от того и погибнет. Дело в том, что хоккей давно стал политикой. И он изначально был политикой, потому что Лукашенко понимал, что у него в руках вид спорта, который является, во-первых, массовым, во-вторых, достаточно успешным для Беларуси. То есть мы входили вплоть до четверки в мире. И это было, если рассматривать это как традицию советских времен, то это, конечно, выглядело очень круто для него самого. Ну, сам Фазель каже про то, что с Лукашенком связывают его 20-ти годовые сябровские близкие относины. Вось, на кольки гэты сябровские, ну, каліх можно назвать сябровскими, на полноудушках относины могут уплывать эти саправды? Рене Фазель – это та особа, якая будет принимать решение, это будет гэты чемпионат. Да, есть символическая дата, на самом деле Рене Фазель находится на посту президента Федерации хоккея с 94-го года, как и Александр Лукашенко на своем посту. Это очень такая символическая дата. Да, их связывает долгая дружба, и на самом деле для Фазеля, Фазель заставляет нас задуматься о том, что все не так просто в этих отношениях. Дело в том, что страны, в которых развит хоккей, в основном это демократические, с большими традициями страны. Но есть несколько стран, точнее даже, можно сказать, две страны, да, это Беларусь и Россия, в которых режимы не являются демократическими. Можно их назвать скорее авторитарными. И в этих странах вопросы решаются по-другому. Так же, весь сколько раз всплывали истории о том, что через коррупционные схемы получали разрешение на проведение чемпионатов мира по футболу, по хоккею, олимпийских игр и так далее. Именно в этих странах. Потому что в остальных странах все это выглядит очень прозрачно. И поэтому всех заставляет усомниться честность этих отношений. И то, что они бравируют этими личными отношениями, но в других странах и такими вещами не бравируют. Это достаточно странный разговор о дружбе президента страны с президентом какой-то общественной организации, которая постоянно получает право на проведение каких-то крупных соревнований. И которые являются политикой. Я хотел бы господина Фазеля поблагодарить за то, что он очень много делает для Беларуси. В том смысле, что на сегодняшний день эта борьба за этот чемпионат превратилась уже в такую межгалактическую историю. Ведь начиналось все с того, что он провел в 2014 году и сейчас решил проводить в 2020. Не знаем, каким образом получили мы право на проведение этих соревнований. Но в итоге это все превратилось в большую политическую кампанию, которая не остановится. Правда, так. Правда, эта история учится не только в Беларуси, она учится во всем свете. Закранная шматаякраины. Сегодня министр замежных справ у Немецкого, КАМАС, выказался так само супраць проведения чемпионата света у Беларуси. Ну так, Миколай, скажите, ци будзе гэта чемпионат ценей, хто реально може пауплываць на тое, каб гэта чемпионат урэште был адменен, каб не был гэтым чемпионатам света на костях, палитым крывёй и проведенным побач стурмами, дзе трымаюць наших палидзняволяных? Я попробую сделать прогноз, это, конечно, неблагодарное дело, но я попробую сделать прогноз. Я не верю в то, что чемпионат пройдет в нашей стране. Смотрите, динамика, которая происходила. Сначала объявлено о чемпионате, потом инициативная группа начинает работать над тем, чтобы его отменить, чтобы этого не происходило, чтобы не было какой-то новой легитимизации режима. А дальше это идет по уже лавинообразному. Ведь в 2014 году мы тоже пытались прервать этот процесс и отменить чемпионат. Но тогда господин Фазель, по сути, шантажировал две сборные, которые тоже высказывались за это. Он сказал, что в случае, если вы откажетесь принимать участие в чемпионате, то вы начнете со следующего года с группы С свой путь. То есть это значит, что до группы А вам придется потратить три года, чтобы вернуться обратно в чемпионат высокого уровня. И тогда все дрогнули. Но сейчас ситуация совсем другая. Сейчас, если мы говорим, например, о скандинавских странах, то уже четыре страны не готовы. И из них два очевидные лидеры – Швеция, Финляндия. Точно так же сейчас высказывается Германия. И я думаю, что у господина Фазеля нет шансов на проведение этого чемпионата, и у Александра Лукашенко. Потому что это не остановится. Более того, проведение этого чемпионата в Минске может стать той точкой бифуркации, которой не обрадуется режим. Потому что это будет уже в теплое время года. Это будет совсем другое настроение у людей и совсем другие возможности. Рене Фазель сказал про то, что ему обещали открытый диалог, ему обещали показать справу Романа Бандаренко. Типа, датычно даёт, а не датычно глава Федерации хокея Беларуси Дмитрий Басков. Про что это свечет? Соправдивость. На чем может операция гэта гандаль? И соправдивость, Рене Фазель, мае право потребовать такие вещи? Безусловно, нет. Просто потому, что это не его компетенция. Раз. Во второе, что бы он там вообще понял, если ему государственный прокурор, работающий под началом Лукашенко, даст каких-то набор бумажек? Но что он там поймёт в этом деле? Человек фотографируется с Басковым. Басков отвечал за приём Фазеля, за организацию его досуга в Беларуси. Просто об этом как-то люди не хотят говорить, потому что мы не можем сказать, что там происходит за дверями этих саунд, куда водят господина Фазеля. Но, тем не менее, это так. И поэтому господин Басков фотографируется с ним, совершенно спокойно, обнимая по-отечески Фазеля, а не наоборот. Поэтому, мне кажется, что всё это от лукавого, в прямом и переносном смысле, и всё это очень нечистая игра. Потому что искренности в этом нет. На самом деле, если бы мы говорили не о таких структурах, как, допустим, там, FIFA, UEFA и ХФ, а говорили о каких-то более мелких федерациях, то представитель такой федерации должен был бы уйти в отставку. После того, что он появляется на фотографии с человеком, который уже не просто подозревается в убийстве, который, по сути, является соучастником. Да, принятие решения, да, в этой кончатковой кропки у нас засталось, литерально, два тыдни. Цей Александр Лукашенко ещё что-то может сделать, как поуплывать на решение МФХ за этот час? Я бы ставил вопрос по-другому. Что за эти две недели можем сделать мы все? И Фонд спортивной солидарности, и группа, медиагруппа, которая работает над этой компанией, и каждый из нас. То есть, вот что мы сможем сделать, кого мы сможем убедить, вот так результат и произойдёт. Но я верю в то, что всё-таки мы все сильнее, чем коррупция, и чем вот эта очень некрасивая история с назначением этого чемпионата. Ведь абсурд ситуации в том, что почему-то глава Международной Федерации Хоккея один в одиночку бьётся против всего мира за то, чтобы этот чемпионат прошёл в коррумпированный... Ну вот, и який он маю в этом интерес? Вось, у меня особисто так само. Вось, вы кажете, что это нещиро и относительно, что, саправдой, Фазель асмешается, так, ма. Выклика ухвалю крытыки вот этими фотосдымками, которые были опубликованы, этими обдымками, фотосдымками с Басковым. Вось, на что ему это потребно? На что ему потребно так тусовать свою репутацию, седячи на таким тёплым местом, керавника Международной Федерации Хоккея? Я человек дисциплинированный, и я человек, который рассматривает право как неотъемлемую часть нашей жизни. Поэтому я не могу сказать, что господин Фазель получил вот такую-то взятку через офшорные компании, что господин Фазель отдыхал в Белоруссии раз за разом в определённых условиях. Я этого сказать не могу. И это сейчас разговор, наверное, для организации BillingCat, которая может расследовать это и разобраться. Но все слухи, все разговоры, все вот эти темы, которые поднимаются в спортивной среде и которые не хотят никак произнести это наружу, я понимаю почему. Они точно такие же люди закона. Они не хотят высказываться без доказательств. Поэтому это разговор сейчас о расследовании, о расследовании, которые должны провести организации, которые умеют и профессионально это делают.